Эхо Москвы в Сызране. Здравствуйте. 1 февраля руководство межмуниципального управления МВД России Сызранская пригласило нас, журналистов, на пресс-конференцию. Основной темой ее было подведение итогов работы прошедшего года. Чуть ранее мы получили пресс-релизы. Это такие письма, в которых организация рассказывает заинтересованным в ее деятельности людям о каком-то событии. В данном случае Сызранская полиция рассказала о своей работе в 2012 году нам, горожанам. Из пресс-релиза видно следующее. При некотором снижении количества преступлений, почти на 5%, есть определенные виды преступной деятельности, по которым виден явный рост. И это не может не тревожить и нас, и полицию. Вот несколько цифр. Краж стало больше на 8%, грабежей на 13%, разбойных нападений стало меньше на 4%. Разбойных-то меньше, но вот число грабежей увеличилось почти вдвое на 95 случаев. Для тех, кто не видит разницы, сообщаем. Кражи, когда имущество похитят из-под тяжка. Грабеж открыто и нагло, или, как говорят полицейские, дерзко. Разбой. Мало того, что отнимут имущество, так еще и с применением насилия, опасного для жизни и здоровья пострадавшего. Так вот, число грабежей выросло за год на 95%, то есть почти вдвое. Также на 13% выросло число изнасилований. Объяснить этот факт самостоятельно не берусь, тут нужен эксперт. На 42% или 84% случаев выросло число угонов автомобилей. Число краш из квартир всегда было высоким, но в 2012 году и оно возросло на 10%. На 187% увеличилось число краш из магазинов, что не мудрено при современной системе самообслуживания, смущающей слабые умы. Число убийств, к счастью, снизилось на 30% или на 21 случай. Случаев мошенничества стало меньше на 10%, всего за год за руку поймано 253 мошенника. 328 преступлений совершено по линии незаконного оборота наркотиков. Растет детская преступность. За 2012 год было расследовано 109 преступлений, совершенных несовершеннолетними. Выросло число дорожно-транспортных происшествий на территории обслуживания Межмуниципального управления МВД России Сызранская 317 против 281. Намного больше погибших и раненых. Но это тема отдельного разговора, и о причинах ДТП мы поговорим в программе «На дорогах все равны» на Эхо Москвы в Сызране. А сейчас вернемся к событию дня, то есть к прошедшей пресс-конференции. Первой было представлено слово нашей журналистки Ксении Аникиной, которая, опираясь на картину раскрытия преступлений, поинтересовалась у исполняющего обязанность начальника Межмуниципального управления МВД России Сызранская Павла Алексеевича Фомина, как он оценивает работу своих подчиненных. Павел Фомин, сославшись на мнение коллегии областного управления МВД, и нормативные критерии, по которым руководство оценивает работу своих подчиненных, а деятельность Сызранских полицейских, сказал следующее. Общая оценка деятельности МВД дала как положительная. При подведении итогов, значит, с нами затрагивались проблемные вопросы, несмотря на то, что общая оценка положительна, но были и проблемы в разрешении, значит, раскрытия, связанных с квартирными кражами, преступления имущественной безопасности. Значит, были проблемы по выявлению, документированию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотики. Все мы их детально разобрали и, в принципе, решение приняли в ходе проведения оперативного совещания. Было установлено, значит, сходя из анализа, что у нас, хотя и незначительно, но есть снижение преступлений против жизни и здоровья граждан, однако, значит, практически 50 каждое второе преступление против жизни и здоровья граждан совершается на бытовой почве, о чем свидетельствует преимущественно напряженная психологическая остановка в семьях, в связи с чем, значит, участковому полномочным к лице дано указание, вот те проблемные семьи необходимо брать на контроль и проводить с ними, так скажем, профилактическую работу. И каждое четвертое преступление у нас совершено в состоянии алкогольного опьянения, то есть алкоголизация общая тоже присутствует, имеет место быть, это не только в Сызрани, и в Самарской области, и в других субъектах федерации, поэтому в этом направлении тоже, значит, определены профилактические мероприятия, чтобы предотвращать их на стадии приготовления преступлений. То есть в целом хорошая оценка? В целом, да, у нас, я считаю, что личный состав с поставленными задачами справился. Третий вопрос от газеты «Воск» есть в субботу. Пожалуйста. Павел Алексеевич, чем можно объяснить рост в прошедшем году крашеных транспортных средств из квартиры? Давая оценку вот в таком ракурсе, следует отметить положительную динамику. Во-первых, по уровню преступности в 2012 году она у нас составляет 119 преступлений на каждые 10 тысяч населения. К примеру, значит, в 2011 году этот показатель был равен 125, а в 2010 году 130 преступлений, то есть есть динамика к снижению преступности. Да, действительно, есть некоторые виды преступлений, которые, значит, нас настораживали в течение года. У нас произошел рост квартирных краж, и их рост произошел в большей степени в центральной части города, центральный сектор, на сектор западный, так скажем, мы начинаем это с улицы Интернациональная и Дуголовной. В основном, значит, подвергались квартирными кражами это частные дома. Буквально, значит, вот в конце 2012 года нам был установлен преступник, рецидивист, который приезжал, допустим, из города Тольятти. Уже доказано по нему 10 эпизодов его преступной деятельности, то есть приезжал, совершал хищение и сразу уезжал в Тольятти. В связи с этим трудно было его установить. Вот во взаимодействии с сотрудниками УВД по городскому округу Самары, Тольятти, значит, совместно нам была получена информация. И в настоящее время, значит, данный человек допрошен уже по 10 эпизодам, как я сказал, преступной деятельности краж из квартир. Мы с целью профилактики в настоящее время практикуем проведение операции «Безопасный дом, квартира, подъезд», значит, проводим разъяснительные беседы с гражданами о том, чтобы устанавливали средства видеонаблюдения о том, чтобы подключались на пульт охраны вне ведомственной полиции для того, чтобы их имущество было в безопасности. По магазинам могу сказать о том, что наибольший прирост нам дал открытие крупных гипермаркетов на территории городского округа Сызра. Практически 61,8% – это доля расследованных преступлений от всех зарегистрированных. Мы видим, что доля наиболее высока. Граждане, приходя в магазин, видят доступность этого, совершают хищение. Есть такие люди, которые привлекались по 7-8 раз. 158-я, часть 1-я, там санкция статьи не слишком велика. Обычно, значит, судьи накладывают штраф, лицо выходит и опять совершают преступление. Небольшая заработная плата, как один из социальных факторов, влияет. Ну, опять-таки, вот я говорю, больными совершаются, которые наркозависимые, алкоголизмом болеют. Вот данная категория. А краж квалифицированных с проникновением, вот у нас рост произошел, у нас 20 краж было расследовано в этом году. Те, где проникали ночью, была задержана группа из трех человек. То есть, в настоящее время дело уголовно направлено в суд. По всем, значит, вынесены обвинительные преговоры. Да, местные. На вопрос нашего коллеги, отчего решение тех же ульяновских судов в отношении воров гораздо более строгий, был дан следующий ответ. Дело в том, что я не могу давать оценку деятельности судов. Наша основная задача не количественные показатели по раскрытию преступления, а выявлению и привлечению лиц, виновных в совершении преступления, к уголовной ответственности. А судебная власть – это совсем уже другое. По транспортным средствам произошел тоже рост преступлений. Значит, достаточно большой процент совершенных преступлений было совершено несовершеннолетними лицами. Одно несовершеннолетнее лицо трижды привлекалось к уголовной ответственности, и трижды, значит, в судах уголовные дела прекращались за, так скажем, примирением сторон. Одно из причин совершения – это то, что граждане бросают свои машины во дворах, а не пользуются, значит, платными стоянками, не используются для хранения транспортных средствах гаражи. Львиную долю всех совершенных преступлений имеют у нас автомашины семейства «Лада» у вас. Нередки случаи, когда их похищать для того, просто чтобы сбыть в пункт приема металл. Порядка четырех машин мы там обнаружили, которые были сданы для утилизации. Это лицензионные, значит, пункты. Таких у нас в городе четыре. Однако, значит, в отношении администрации этих пунктов мы составляли административный протокол, ввиду того, что приемщики или, так скажем, мастер участка не убеждались о том, что машины эти сдают на утилизацию именно собственники. И в этой цели, значит, для предотвращения, так скажем, профилактики данного вида преступления, необходимо просто, во-первых, не пренебрегать, так скажем, мерами безопасности. Я рекомендую ставить механические запорные устройства, они наиболее, так скажем, качественно предохраняют машину от угона, нежели чем электронные. Ну и, конечно, использовать гаражи и охраняемые стоянки. Сергей Николаевич, какие тенденции наблюдаются у уличной преступности? Что нужно сделать для снижения числа грабежей и разумов? В принципе, я считаю, что такого всплеска и роста уличной преступности у нас как таковой нету. У нас поменялась методика и отнесение уличных преступлений к данной категории. В принципе, вот Павел Алексеевич уже сказал, что одна из тенденций, это у нас преобладает такие кражи из автомашин. Вот они сейчас уже второй год относятся к уличным преступлениям. Раньше такие преступления не относились. А причина одна, мы проводили мониторинг вот этих кражей из автомашин. Исполняющий обязанность правильно сказал, что проводя мониторинг, мы выясняли, что лица, у которых были допущены кражи, они имеют гаражи. Рядом с домом, в непосредственном близости, имеется платная автостоянка, которую они просто пренебрегали, ссылаясь на то, что машина застрахована, и они могут ее бросать где хотят. Поэтому, в принципе, в прошлом, в 2012 году мы эту тему уже поднимали в администрации города. И в средствах массовой информации необходимо это все огласить. То есть, необходимо заняться этой работой в 2013 году. Ну, по уличным преступлениям, по разбоям, хотелось кратенько сказать, что одна, я считаю, из основных, конечно же, причин, это никуда мы здесь не денемся, хотя говорят, что не надо об этом говорить, это сокращение личных составов. До объединения, которым поставила служба, имела в наличии 125 сотрудников полиции. Сейчас, на данный момент, на все межмуниципальное управление, включая отделы полиции 33, 34, 35, мы имеем всего 80 сотрудников полиции. Но сейчас, в 2013 году, мы пошли по такому пути, что частные охранные предприятия, заключенные трехсторонние договора, то же самое, они будут участвовать в совместном патрулировании. Сейчас у нас хорошо, вы сами знаете, и освещали в это, в средствах массовой информации развивается работа общественных формирований, которые активно включились сейчас в работу в 2012 году и в 2013 году. Сейчас у нас методика маленькая. Разработан другая, мы с целью увеличения плотности нарядов привлекаем дополнительные силы. Я думаю, в 2013 году у нас проблем будет меньше с уличной преступностью. Разворот в Сызрани. Нашу коллегу Ольгу Максимову, журналиста телекомпании «Катавый луч», волновало, как Сызранская полиция планирует бороться с подростковым пьянством и сопутствующими ему преступлениями. Ну, искоренись. В принципе, вы прекрасно знаете, что федеральный закон 171, мы его ждали очень давно, изменения в его положении. С 1 января 2013 года он вступил в силу. Я считаю, что он нам очень поможет. Потому что в прошлом году, вы сами знаете, что пиво и алкогольную продукцию продавали на каждом шагу. Сейчас вот с этого года мы начали работать, мы имеем, в принципе, неплохие результаты. У нас сейчас зарегистрировано 29 сообщений по именно нарушению данных федерального закона. Составлено 16 протоколов, межмуниципальное управление изъято, 130 литров алкогольной продукции. Это тоже, я считаю, влияет на детскую и подростковую преступность очень значительно. В этом году мы также хотим поменять методику работы с несовершеннолетними. В первую очередь мы хотим сделать упор на детей, которые оказались без родителей. Это центр семья, детские дома, потом, где у нас есть семьи неполные, в первую очередь, и которые родители в 2012 году совершали правонарушения в отношении совершеннолетних, то же самое, не занимались их воспитательной работой. В 2013 году мы хотим больше усилий сделать именно на такие семьи и такие учреждения. Мы продолжаем работу по 127 закону, это изъятие несовершеннолетних после, вы знаете, 23 часов в зимнее время и в летнее время после 22.00. У нас также показатели имеются. Работа будет продолжаться. Ведете ли вы борьбу с преступлениями в сфере интеллектуальной собственности и насколько успешно? Да, конечно. За 12 месяцев 2019 года сотрудниками межмуниципального управления и министров внутренних дел России Сызранская по факту нарушения законодательства в сфере интеллектуальной собственности проведено 17 проверок. По результатам указанных проверок возбуждено 5 уголовных дел по факту нарушения авторских смежных прав, составлено 7 административных протоколов. Изъято, конфискованы и уничтожены свыше 10 тысяч единиц контрафактного продукта, в том числе это оптические носители, DVD-диски, всем нам известные, электронные вычислительные машины, игровое оборудование, а также ряд продуктов питания. Если сравнивать работу с аналогичным периодом 2011 года, то у нас фактов выявлено меньше в этом году. Я думаю, что результатом того снижение количества нарушений нашими гражданами в законодательстве в сфере интеллектуальной собственности прежде всего стала профилактическая работа, которую постоянно проводит межмуниципальное управление внутренним делом России Сызранской. Александр Маскович, а какие перспективы у дела и будет ли она по САОНу 17 ноября на русском лице? Там проверку проводил Следственный комитет, возбуждение уголовного дела было отказано, следователям был выделен материал, в соответствии с административным законодательством направлен нам, мы его тоже рассмотрели и возбуждение административного дела отказали, ввиду того, что признаков игровой деятельности обнаружено не было, то есть оборудование было лотерейным. Расследовались ли случаи компьютерного мошенничества? Ну, смотря, что понимать под понятием компьютерное мошенничество, то есть мошенничество с использованием электронных вычислительных машин, а посредством электронных карт каких-то моментов? Ну да, банковских карт. За 2012 год мы не регистрировали заявления, к нам не поступали заявления о совершении мошенничества с использованием компьютерных каких-то технологий. Значит, мошенничества не было, но были, значит, у нас на территории города Сызрана была задержана группа из города Таляти, порядка пяти человек, которые совершали кражи путем, значит, подложенных карт, вставляли в банкомат и снимали карточек граждан, в том числе не только, значит, по Самарскому региону, а там были потерпевшие из Москвы и Белгорода. Следственное управление данное уголовное дело направило в суд. Что касается мошенничества, в состоящий момент расследуется следственным управлением одно уголовное дело. СМС-сообщение о том, что гражданин выиграл приз автомашину, необходимо перевести определенную сумму денег. В настоящее время он арестован, проводится расследование. Аналогичное дело было расследовано направлено в суд в этом году, тоже, значит, в отношении одного жителя города Сызаря, но там способ мошенничества был немного другой. Он совершал, говорил, значит, гражданам о том, что их родственник попал в дорожно-транспортные происшествия. Но ни одного потерпевшего по городу Сызаря не было. В основном, значит, все потерпевшие из Курской области. Расскажите о раскрываемости экономических преступлений. За истекший период 2012 года на территории обслуживания Межмуниципального управления выявлено 84 преступления экономической направленности в целом, что соответствует уровню аналогичного периода 2011 года. К сожалению, могу отметить, что на 24,2% у нас возросло количество совершенных тяжких, особо тяжких преступлений. На 75% возросло количество совершений преступлений, то есть против собственности преступлений совершаются все чаще и чаще. С другой стороны, на 25% снизилось количество зарегистрированных фактов коррупции на территории обслуживания. Как пример могу привести, также при общем снижении на 50% зарегистрированных фактов сбыта фальшивых купюр у нас на территории. За счетный период у нас раскрыты три преступления указанной категории. В отношении трех граждан уголовные дела направлены в суд. За аналогичный период у нас был только один гражданин, который украли влево на ответственность за фальшивое маничество. В этом году расследовано одно уголовное дело в отношении группы лиц, которые на территории не только Самарской области, на Ульяновской, Кенгинской совершали сбыты фальшивых денежных купюр. Совместно с сотрудниками главного управления Министерства внутренних дел по Самарской области, сотрудниками Управления экономической безопасности, нами проведены мероприятия и уголовное дело направлено в суд. Если говорить о раскрываемости в целом, то раскрываемость в этом году у нас возросла на 27% по сравнению с аналогичным периодом. Из 84 совершенных преступлений 69 раскрыты. Наши коллеги, пытавшиеся выяснить, как движется расследование дела, заведенного на начальнику управляющей компании Центра Александра Шмалькова, предварительно обвиненного по нескольким статьям Уголовного кодекса, ответ не получили. Да, я видел этот вопрос. Хочу сказать, что следствие по указанному уголовному делу осуществляется сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации, поэтому в связи с этим комментировать ход расследования мы некомпетентны. И для получения какой-либо информации по этому уголовному делу вам стоит обратиться именно в Следственный комитет. Что ж, обратимся в Следственный комитет Российской Федерации. На вопрос начальнику ГИБДД Созрани о работе с нарушителями правил дорожного движения Андрею Гордееву был дан следующий ответ. Это проведение пропагандистской кампании, направленной на формирование участников дорожного движения стереотипа, конопослушного поведения и понимания неотвратимости наказания, создание тематических телепередач по пропаганде культуры и поведения участников дорожного движения, вовлечение в информационную и профилактическую деятельность автотранспортные предприятия, страховые организации, автошколы, общественные и профессиональные объединения, обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении, предусматривает обучение детей и подростков правил дорожного движения, формирование у них навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление контроля дисциплины всех участников дорожного движения, создание условий безопасного участия детей в дорожном движении. К сожалению, на территории города из 30 школ в настоящий момент только в двух имеются кабинеты по безопасности дорожного движения. С 2000 года на базе Дворца творчества молодежи было создано отделение юный инспектор движения, а отсутствие кабинета и автоплощадки не позволяет руководителям клуба более качественно и наглядно изучать с курсантами права дорожного движения, что является следствием недостаточного внимания к проблемам предупреждения детского травматизма. Также продолжать модернизацию светофорных объектов, включая оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, табло обратного отсчета времени разрешающего сигналы, дополнительными звуковыми сопровождающими сигналами и другие виды. Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения – это установка информационно-указательных дорожных знаков, оснащение дорожными удерживающими ограждениями для автомобилей и пешеходов. То есть тут необходим комплекс мер, которые в принципе в определенной степени проводятся, я считаю. Ну и, конечно, как Сергей Николаевич сказал, личный состав, конечно, маловато у нас для такого города, как Сызрань. Недостаточно. Я лично считаю, что недостаточно. Подошло время для выпуска новостей. Мы прервемся на несколько минут. Да, собственно, и прерываться особо не будем, поскольку почти каждый новостной выпуск содержит информацию, имеющую к работе полиции самые непосредственные отношения. Роман Гусейнов, тебе слово. Вновь с вами «Эхо Москвы» в Сызрани с программой «Разворот». И мы продолжаем отчет о прошедшей на днях пресс-конференции руководства Межмуниципального управления МВД России «Сызранская». На пресс-конференции присутствовал корреспондент «Эхо Москвы» Ксения Аникина. Конечно, Ксения была там не одна. В управлении Сызранской полиции собрались представители главных СМИ города и руководители, в том числе исполняющие обязанности начальника Межмуниципального управления МВД России «Сызранская» и полковник полиции Павел Алексеевич Фомин. И прочие, как сказал бы классик, достойные лица, которых мы сейчас подробно перечислять не будем. Тема встречи – подведение итогов работы Сызранской полиции в 2012 году. Анализ причин преступности на территории Сызрани и региона. Сознаюсь, много нового для себя я узнал, слушая запись пресс-конференции с участием сызранских полицейских. Вполне понятен следующий вопрос нашего коллеги. Отчего так выросло число дорожно-транспортных происшествий и, главное, можно ли тенденцию роста побороть? Значит, за январь месяц у нас на территории обслуживания Межмуниципального управления МВД России «Сызранская» произошло 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых 15 человек погибло и 34 получили ранения различной степени тяжести. То есть всплеск произошел довольно-таки значительный, я считаю, что у нас на плюс 12 по количеству дорожно-транспортных происшествий произошло, плюс 14 по количеству погибших в прошлом году, в январе один был погибший, и плюс 12 по количеству раненых. Основной всплеск по количеству погибших это произошел на территории обслуживания «Сызранский район», то есть это федеральные трассы. По федеральным трассам я считаю, что здесь, конечно, нужен определенный комплекс мероприятий, тут нужна целая программа необходимых действенных мер, которые требуют значительных денежных затрат. Как бы и нам предложение, и в областное управление это давалось, вообще вот все вот эти вот аварии, конечно, особенно вот на пересечениях с М5, вот необходимо, конечно, строительство развязок, иначе мы там, в принципе, все дорожные знаки там установлены, я вот уже об этом говорил, то есть, ну, чисто вот в этом году, я считаю, в большей степени это субъективный фактор повлиял, то есть эти аварии такие вот, как бы, не то, что там даже какие-то дорожные условия ненормальные были, вы все знаете, что сейчас М5 производится и ремонт, эти участки достаточно, ну, в нормальном состоянии, единственное, конечно, хотелось бы пожелать и в программу вот этого предложения о расширении, то есть некоторых участков М5, это касается подъема, как это везде делается, что по две полосы, вот, на этих участках, вот как взять Ульяновский перекресток, Кишегонский перекресток, все дорожные знаки, которые должны ГОСКу соответствовать, они все стоят, можно еще только добавить, конечно, еще, значит, дополнительные знаки, то есть, которые предупреждают, но вот в этих авариях это чисто субъективно, то есть, это невнимательность водителя, это надежда на какой-то авось там проехать, вот она к этим печальным последствиям все и привела, вот эти все действия. А так, я говорю, ну, программу там на уровне области, да, дело, то есть, я думаю, что это все-таки мы будем пробивать строительство развязок, то есть, путепроводы или кольцевые развязки, то есть, одно из двух. Другие меры там уже все пробовали, там и светофоры стояли когда-то раньше, и просто желтые мигающие светофоры стояли, то есть, они желаемых результатов не приносят. Только изменение организации дорожного движения с помощью строительства развязок. Мы, кстати, послали, конечно, предложение Федерального управления автомобильных дорог, Большая Волга, Федерального дорожного агентства, то есть, вот эти все предложения, и по всем вот этим местам, очагам аварийности, ждем ответа, я думаю, какой-то ответ они нам пришлют, ну, и областное управление, чтобы нам оказали помощь со стороны правительства, самарской области, именно на этих участках дорог, то же самое. Все зависит от финансирования, ну, и желания, наверное. Так, а вы бы сказали, что влече в составе не хватает, а как с техническими средствами? Сколько у вас сирен? Можно ли их везде-везде-везде поставить? Ну, везде-везде их нельзя поставить, потому что их не даст количество. В принципе, мы, подразделение отдельной роты, Дорожную патрульную службу, оно обеспечено техническими средствами для выявления права нарушений. Не хватает, да, есть нехватка определенная, то есть и автомобилей там не хватает, и видеорегистраторов пока не хватает, но над этим работать, то есть они, я думаю, в 2013 году это все у нас появится. В принципе, чем работать у нас есть, в достаточной смере для тех сил, которые выходят одновременно, то есть смену. Вот, но личный состав, да, его и Цезранский район не хватает, и Шегонский район. То, что у нас есть, мы пытаемся, так скажем, наводить порядок. Подполковнику Сергею Холодному был задан вопрос о торговле спиртосодержащими веществами. Всем известно о вреде приносимом торговли так называемыми фанфуриками, маленькими бутылочками со спиртовыми настойками боярышника и прочих растений. Но пока еще просьба депутатов о запрете данной торговли через аптечные сети и киоски дойдет до столицы. Пока ее рассмотрят наши, не всегда адекватно мыслящие столичные законотворцы, срок пройдет немалый. На вопрос Ольги Максимовой, как реагирует полиция на сообщение о продаже суррогатного алкоголя, был дан ответ. Эта процедура, в принципе, несложная. Вот буквально сегодня на селекторном совещании нам генерал уже задачу поставил исполняющие обязанности. Задача нам на февраль уже была поставлена именно по продаже суррогатного алкоголя, по продаже несовершеннолетним. Хочу привести краткий пример. Вот буквально с нас тоже собирали предложение. Мы тоже в Самару дали предложение по увеличению штрафа. Вот статья 14.1, которая подразумевает выявление продажи суррогатного алкоголя, она административный штраф, ее всего от 500 до 2000 рублей. Всего. Я считаю, это очень мало. Кстати, а как она стучит? Это по продаже алкоголя. А вот для примера хочу сказать, статья 14.16.2, это продажа несовершеннолетним. Вот в том году она имела штрафы у нас от 4 до 5 тысяч рублей всего, а с этого года на граждан накладывается от 30 до 50 тысяч рублей, а на должностных лиц от 100 до 200 тысяч рублей. То есть вы представляете, да, уже люди, вот буквально, мы в рейд выходили же с вами, да, три раза мы в рейд выходили, но все-таки уже боятся продавать. То есть штрафы очень большие, и люди стали немножко законопослушные. Обращаться, конечно же, надо в дежурную часть по телефону 33 38 66, бесплатный телефон сотового, телефону можно звонить 020 набирать, и у нас есть телефон доверия, на который мы всегда реагируем. Люди к нам очень часто звонят, вот Юля Вячеслава не даст меня обмануть, всегда приходят, что люди позвонили, мы реагируем, выезжаем, проверяем, и, соответственно, реагируем своевременно. Но как это проходит? Контрольная закупка какая-то, или еще что-то, или, ну, по этому можно выехать, например, от вашей, то есть человек заплатил 500 рублей штрафа, а он завтра же эти деньги, грубо говоря, получит обратно. Продажи из домов, в принципе, она, мы, конечно же, можем выезжать хоть каждый день туда. Мне нужно отращивать, или по своей инициативе тоже? И по своей инициативе можем выезжать, у нас есть своя информация, есть адреса, где торгуют суррогатным алкоголем, также и граждане напишут заявление, мы также выезжаем, изымаем, закупаем, вставляем административный протокол. Конечно же, должно быть сообщение, зарегистрированную дежурную часть, в первую очередь. Выезжать мы можем под лицом, в лицо, в каких-то, нарушающие основания, не делать, что там совершается преступление. Мы все понимаем, что там, как правило, если человек пройдет алкоголь суррогатный, из своей квартиры, фактически, что он там совершает у нас административное правонарушение, поэтому все-таки призываем граждан обращаться чаще с такими вопросами в органы внутренних дел и сообщать телефонную доверие, адреса, приходить, писать, ну, хоть какие-то жалобы по этому поводу, потому что общественная позиция, гражданская позиция должна быть стойкой проявляться в нашем городе. Следующий вопрос, Павел Алексеевич Фоминан, газета «Воские вести». Павел Алексеевич, скажите, пожалуйста, после организации, повысился ли уровень профессионализма Ваших сотрудников, на Ваш взгляд? Ну, я так хочу сказать, вот по переаттестации, сама переаттестация, так скажем, не переделала сотрудников, лишь помогла выбрать наиболее тех, кто работает качественно. Значит, с учетом реформы, было издано ряд нормативно-правовых актов МВД России, которые конкретизировали те или иные действия, которые должны начаться сотрудниками органов внутренних дел. И тут же заслуга руководителей, жесткая, значит, политика руководства, главка МВД о том, что в кратчайшие сроки необходимо было эти инструкции изучить и ими руководствоваться. После того, когда все эти нормативные акты были, значит, изданы, рассмотрены, изучены, и сотрудники сами начали понимать о том, что не обучаясь ежедневно, то есть они не смогут выполнять те функции, на которые во них возложены. Руководители уже стали занимать тоже, так скажем, конкретную позицию о том, что, ну, как-то я за себя буду все это делать. Достойная зарплата, значит, соответственно, человек должен стараться. Если нет стремления, то он работать здесь не будет. Если стремление есть, не хватает образования, тогда руководитель идет ему навстречу. А так, чтобы вот какие-то были трудни в подразделениях, это уже, так думаю, вчерашний день. Спасибо. Следующий вопрос. От телекомпании, которая выводит. Тоже по-моему, слышно. Какие меры предпринимаются для того, чтобы изгренить экономики в нашем возле, в том числе и среди сотрудников? Хватит, наверное, ответить у нас профессионал, все-таки, наверное, вот, в этой части. Спасибо. Если говорить о статистике совершаемых коррупционных преступлений на территории нашего обслуживания, то по сравнению с логичным периодом, такие преступления у нас произошло, произошло снижение совершения таких преступлений. Я уверен, что это обусловлено не только той программой, которая активно разворачивает президент нашей страны, которая издает систематические нормативно-правовые акты, которые способствуют искоренению коррупции не только в нашем обществе, но и в наших рядах в целом, как здесь вопрос звучит среди правоохранителей. При общем снижении фактов зарегистрированной территории обслуживания в серии коррупции на 50%, по некоторым показателям, все-таки, у нас произошел рост. То есть выявлены преступления, такие как служебный подлог, халатность со стороны госслужащих, органов государственной власти, а также органов местного самоуправления. Также вычислились случаи совершения посредничества о взяточничестве. С этого года введена новая статья 291 прим. 1, в соответствии с которой те недобросовестные граждане, которые оказывают помощь при передаче денег должностным лицам, они у нас также, теперь мы их также можем привлекать в уголовную ответственность. Если говорить о мерах, которые применяются у нас по искоренению коррупции, то помимо профилактической работы, которую мы систематически введем, в 2012 году на территории города мы размещали социальные баннеры с телефонами доверия, куда можно любому гражданину в любое время позвонить и сообщить о той проблеме, которая у него случилась. Также проводится работа по воспитанию личного состава, дабы не допускать возникновения случаев конфликта интересов. То есть, мы все понимаем, что мы постоянно ведем работу с коммерсантами. Иногда коммерсанты приходят и задают такие скользкие вопросы, на которые, соответственно, на сегодняшний день, учитывая, как начальник полиции у нас сказал, исполняющий обязанности, начальник управления, что при такой достойной заработной плате на сегодняшний день сотрудников, которые могли бы на это пойти, я уверен, что у нас уже таких сотрудников не осталось. Несмотря на такой оптимистичный прогноз, собравшимся на пресс-конференцию руководителям, в частности, Олегу Глебову, был задан вопрос. Неужели за прошедший год никто не вылетел с работы по несоответствию занимаемой должности? В 2012 году из числа сотрудников Межмуниципального управления МВД России и Слежинска по отрицательным мотивам было уволено три. Всего-навсего? Всего-навсего три. Я скажу, ну, может быть, вы спрашивать будете, почему мало так. Во-первых, проходила аттестация сотрудников, где осуществлялся соответствующий отбор, чтобы оставались самые достойные, честные, порядочные и так далее, и дисциплинированные. Во-вторых, проводятся мероприятия профилактического характера с сотрудниками, чтобы они не допускали каких-либо правонарушений и дисциплинарных проступков. В том числе не только ограничиваются это беседами, но и привлечением дисциплинарной ответственности в виде, значит, объявлений, скажем, там, таких видов дисциплинарных взысканий, как замечания, выговор, строгий выговор, там, предупреждение о неполном служебном соответствии. Значит, из трех этих сотрудников, значит, один сотрудник уволен по отрицательным основаниям, это за то, что он без уважительных причин отказался от выполнения задач в особых условиях. Все вы прекрасно знаете, что наши сотрудники направляются в служебные командировки на территорию Северо-Кавказского региона для обеспечения общественного порядка. Вот у нас такой сотрудник, который отказался от выполнять такие задачи, в результате было принято такое решение. Еще один сотрудник, он, грубо говоря, нарушил служебную дисциплину. Это совершение прогулов. И третий сотрудник, он, значит, уволен за совершение проступка поручащего честь сотрудников органов внутренних дел, то есть в нетрезвом состоянии, прибыл на службу, был своевременно сразу выявлен соответствующим руководителем, было принято такое жесткое решение. Вот. И впредь, значит, если будут такие факты, то позиция руководства Межмуниципального управления МВД России Сызранская в этом смысле будет жесткой. Спасибо. Следующий вопрос от телекомпании Катерина Волочи, тоже Олег Владимирович. Куда людям обращаться, если они стали жертвами правоохранительных органов? То есть, например, отказали у тебя сотрудник полиции? Ну, во-первых, применение физической силы сотрудниками органов внутренних дел предусмотрено, регламентировано федеральным законом 3ФЗ 2011 года, это закон о полиции. Там конкретно указаны случаи, в каких ситуациях сотрудник полиции имеет право применить физическую силу. Это, скажем, для задержания или для пресечения преступлений административных правонарушений, для доставления в служебное помещение территориального органа внутренних дел, лиц, совершивших преступления административных правонарушений и задержания этих лиц, для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника полиции. Также имеют право применять физическую силу и в тех случаях, когда разрешено применение федеральным этим законом о полиции специальных средств и огнестрельного оружия. Ну, допустим, для отражения нападения на граждан или сотрудника полиции, для пресечения преступления административного правонарушения, для пресечения сопротивления, оказанного сотруднику полиции и так далее, и так далее. Ну, если гражданин считает, что неправомерно применяли к нему физическую силу сотрудники полиции, он имеет право обратиться как к руководству межмуниципального управления внутренних дел, которые осуществляют в том числе и личный прием, может обратиться с заявлением в дежурную часть, пожалуйста, может обратиться и в соответствующие надзорные органы. А если не физическую силу, а просто грубое отношение? В том числе, если по отношению к гражданину была какая-то грубость со стороны сотрудника полиции, мы рассматриваем все обращения на этот счет и принимаем соответствующие меры в ходе проведения служебной проверки. Если выявляются, подтверждаются такие факты, то принимаем действенные меры сотрудничества. Для того, чтобы они были действительно выявлены, какие доказательства необходимы? Видеосъемка, аудиозаписи или еще? В том числе, да, о том, что вы и сказали. Может быть, наличие каких-то очевидцев данного проступка сотрудника полиции. Следующий вопрос Павел Алексеевичу от интернет-сайта Маленькая Семена, пожалуйста. Павел Алексеевич, здесь сейчас рядом у нас сидит, потому что там уже к ним шлак висел, что это здание УВД. То есть это ваше здание. И вопрос такой, почему нельзя организовать езд на эту стройку со стороны улицы Победы, то есть через здание действующего УВД и сразу туда? Они там едут со стороны бабушки. У нас, соответственно, там здание налоговое, госнаркоконтроль, за ворот на Кирова 54, большое офисное здание. Там как бы и в мирное время особо не совершеннешься, стоять некуда. Сейчас вообще очень все плохо. Почему нельзя с этой стороны заезжать? Ну, во-первых, подъезд к стройке был согласован и заложен в генплан. Значит, данный маршрут согласован с подразделениями ГИБДД. Есть, значит, инструкции по обеспечению собственной безопасности подразделения органов внутренних дел. В этой связи, значит, и установлен запрещающий шлагбаум и те металлические, значит, заграждения, которые препятствуют подъезду к зданию органов внутренних дел. В завершении пресс-конференции исполняющий обязанности начальника межмуниципального управления МВД России Сызранской сообщил о планах Сызранской полиции на 2013 год. В числе их борьба с распространителями наркосодержащей продукции, подборка старых висеков, то есть разработка дел, начатых еще в 2010-2011 и так далее годах. Обеспечение правопорядка при проведении массовых зрелищных культурных мероприятий. Безопасность дорожного движения и, конечно же, борьба с преступностью в нашем городе. Мы прощаемся.